За плечами Алексея Фурсова, 19 лет службы в армии. Профессиональный военный уже несколько лет был на пенсии, когда заключил контракт и отправился в зону проведения СВО. Я патриот своей страны, зная, что где-то убивают. У меня был опыт борьбы с терроризмами. Я видел, что такое бесслам, что творится, как убивают детей, женщин. У меня как бы шкребло, что я могу, но я сижу здесь. И принял решение поехать туда добровольцем. Алексей стал командиром группы по борьбе с беспилотниками. И полгода пробыл на передовой. Когда контракт закончился, вернулся домой. Продлевать я не стал, потому что уже, так скажем, имелась психологическая тяжесть, прежде всего, физическая тяжесть. И нужен был отдых. Было в планах, что, возможно, я туда вернусь. То есть обратно обращусь в военкомат, обратно поеду туда. Но так жизнь случилась, так скажем, личные планы поменялись. Вернувшись в Хабаровск, Алексей обратился в фонд «Защитники Отечества», чтобы узнать о социальных гарантиях бывших военнослужащих и получить помощь в поиске работы. Мы же сейчас готовимся на будущее. То есть ребята победят, вернутся, и вернутся их много. И я думаю, что, конечно, кто-то демобилизуется и пойдет искать на рынке труда новую работу. Поэтому кабинет, центра занятости обязательно должен быть. Это и получить консультацию, и понять, на кого можно сейчас получить, какую новую профессию получить. По инициативе президента Владимира Путина в рамках национального проекта «Демография» реализуется мероприятие профессионального обучения с 2021 года. С 2023 года в рамках данного проекта добавлены новые категории. Это участники специальной военной операции и члены семей погибших участников специальной военной операции. Алексей прошел курс по программе «Бизнес-планирование» и уже нашел новую работу. Кроме того, мечтает открыть свое агентство по подбору персонала. На курсах он узнал, как организовать бизнес, просчитать возможные риски, получить поддержку от государства и оформить самозанятость. Во первых этапах это будет выглядеть как подработка. Если стратегия моя, которая у меня в голове будет, сработает, если она будет получать развитие, то я говорю, в планах у меня открыть агентство, быть учредителем, то есть не обязательно увольняться с этой работой, быть учредителем, подобрать людей, обучить их, как работать именно в этом направлении. Помимо Алексея, в 2023 году бесплатное обучение прошли еще шесть участников спецоперации. Сейчас на портале «Работа России» идет набор заявок для переподготовки граждан по нацпроекту «Демография» в этом году. Марина Рожко, Максим Артюков, Смотри Хабаровск.